Сегодня здесь, в районном культурном комплексе, Рождественская елка. Ее проводят для семей, в которых много-много детей. Праздник в главном районном Творце культуры для детей был подготовлен совместным благотворительным фондом «Рождественская звезда» и Щелковским отделением Общероссийского народного фронта при поддержке предприятий и организаций района. Это и гипермаркет «Лобус», фирмы «Гранд», «Док-15», «Амма», «Вадир» и акционерное общество «Газпром» «Космические системы». Хочу поблагодарить Алексея Кураева, который является генеральным директором фонда и также он активный участник молодежного крыла Общероссийского народного фронта. И сегодня проводится такая рождественская елка. Общероссийский народный фронт – крыло молодежки, членом которого я являюсь. Мы считаем, что поздравить детей с Рождеством – это святое. Это то, что у нас было, есть и будет. В этот день на праздничную елку жители приходили целыми семьями. Они радовались тому, что их дети счастливы. Юным жителям Щелковского района удалось поучаствовать в веселых представлениях, в том числе и традиционных праздничных забавах вокруг елки. И, конечно же, для всех маленьких и больших зрителей в этот день на сцену выходили артисты. Гости праздников дружно подхватывали песни, участвовали в играх, отгадывали загадки и с нетерпением ждали той минуты, когда им достанутся от Дедушки Мороза обязательные в этот день сладкие презенты. Будут сюрпризы и подарки. Мне это больше всего нравится. Как все радуются из-за подарков. Смысл Нового года в долине подарков. Это очень хорошо. Такие благотворительные елки прошли не только в городе Щелкове, но и во всех поселениях района. Фондом «Рождественская звезда» и активистами из молодежного крыла Общероссийского народного фронта в новогодние праздники юным жителям было вручено более двух тысяч подарков. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».